Привет, ребят! Вы на канале Путоний Рейперин и с вами, конечно же, я, Фаиль. Сегодня я буду готовить булочки. Нет, ребят, никаких булочек с изюмом, с яблоками, с маком, с корицей и так далее. Сегодня мы сделаем настоящие французские воздушные хрустящие булочки шу с заварным кремом. Погнали! Окей, начнем с кракелина. Да, это та самая хрустяшка сверху булочки. В глубокой миске собираем 100 грамм пшеничной муки, 100 грамм сахара, щепотку соли и перемешиваем для равномерного распределения всех ингредиентов. Далее вводим 80 грамм холодного сливочного масла. Для удобства лучше нарезать его кубиком. И теперь перетираем муку с маслом до тех пор, пока не получим однородную массу, которая легко собирается в один плотный и в то же время рассыпчатый комок теста. Далее прокладываем тесто между двумя листами пергамента и раскатываем в тонкий пласт толщиной в 2-3 миллиметра. Убираем пласт в холодное место буквально на 30 минут для полной стабилизации. Теперь берем любую округлую форму диаметром 3-5 сантиметров в зависимости от размеров ваших булочек. И вырезаем вот такие кружочки. Из обрезков теста делаем такой же пласт и снова вырезаем круги, либо же можно смело хранить их в морозильнике до следующего использования. Готовые кружки теста снова отправляем в холодное место, а в это время сделаем заварное тесто для булочек. Для этого в глубоком сотейнике собираем 250 грамм молока или воды, 125 грамм сливочного масла, 5 грамм сахара и 3 грамма соли. Ставим сотейник на огонь и полностью доводим до кипения и растворения сливочного масла. Уменьшаем нагрев и добавляем 125 грамм пшеничной муки. Тут начинается процесс заваривания муки. Постоянно помешивая, а лучше конечно деревянной лопаткой, полностью соединяем муку с жидкостью и продолжаем заваривать около 1 минуты, пока масса не станет более плотной, однородной и блестящей от масла. Выключаем нагрев и оставляем массу остывать примерно до 30-40 градусов. Далее лучше переложить массу в глубокую миску и теперь последний этап. Вводим яйца. Примерное количество яиц 4 штуки, но это не точно. В зависимости от муки, от времени заваривания, количество яиц может либо увеличиться, либо же наоборот. Поэтому вводим яйца по одной штуке и каждый раз тщательно замешиваем его в массу, пока не получим вот такое тягучее блестящее тесто. Если масса стекает с лопатки медленно и тягучими движениями, то тесто готово. Перекладываем его в кондитерский мешок и отсаживаем небольшие пятачки на силиконовый коврик, либо же на пергаментную бумагу. Смазывать растительным маслом не стоит и конечно лучше оставлять расстояние между пятачками в 3-4 сантиметра, так как при выпекании они заметно увеличиваются. Теперь берем готовые кракелины и укладываем сверху каждого пятачка. Прижимать к тесту их не стоит, просто положили и хватит. Далее отправляем наши заготовки в духовку нагретую до 170 градусов на 20-25 минут до образования золотистого цвета и хрустящей корочки. Духовку можно использовать как в режиме вверх-вниз, так и конвекцию. У меня получились вот такие большие булочки. Казалось бы, какими были маленькие пятачки. Так что обязательно контролируйте размер своих булочек. Самое главное, что они классно поднялись, невероятно легкие, хрупкие и очень полые внутри. Оставим их остывать, а в это время сделаем крем. Для начала в сотейник наливаем 250 грамм молока и 100 грамм сливок, хотя можно обойтись просто молоком. Отправляем молоко на плиту и доводим до кипения. А в это время в глубокой миске собираем 3 яичных желтка, 70 грамм сахара, щепотку соли, 20 грамм кукурузного крахмала и ванилин на кончике чайной ложки. Интенсивно взбиваем массу венчиком, пока масса не увеличится вдвое и не побелеет в цвете. Теперь вводим часть горячего молока в яичную массу и снова взбиваем до однородности. Переливаем массу обратно в сотейник с молоком и помешивая венчиком, доводим до кипения и выключаем нагрев. Параллельно масса начнет очень сильно густеть. В итоге мы получим вот такой классный, глянцевый и очень гладкий заварной крем. Далее вводим в крем 5 грамм желатина, тщательно его замешиваем и растворяем. Закрываем пленкой контактным способом и отправляем в холодильник до полного остывания. Отдельно в глубокой миске взбиваем до твердых пиков холодные сливки 33-35% жирности. Теперь соединяем взбитые сливки с охлажденным заварным кремом и аккуратно замешиваем лопаткой до однородности. Получается гладкий, шелковистый, в меру пористый, легкий крем-дипломат. Для полной стабилизации я бы оставил крем в холодильнике еще на 30 минут, но это по желанию. Остается только переложить крем в кондитерский мешок и заполнить готовые булочки. Поглядите на этот разрез. Очень хорошо пропеченная булочка с тонкой хрустящей корочкой сверху и мягкими стенками, которая очень хорошо гармонирует с легким нежным ванильным кремом. Если бы я был французом, я бы сказал одно. Allo perfection! Ребят, просто поглядите на эти булочки. Они нереально крутые, как на вид, так и на вкус. Поэтому готовьте обязательно по этому рецепту и готовьте с удовольствием. Если вам понравился выпуск, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ждите новые выпуски. До встречи!